О главных новостях уходящего года говорим сегодня в программе «Главные новости» в студии Лея Сан Абдулина. Здравствуйте! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вадим Васильевич, расскажите, пожалуйста, вашим видением того, как экономика республики, какие она в этом году достижения и вообще с каким результатом мы подходим в этом вопросе? Ну, республика позволяет развиваться темпами не ниже, чем среднероссийские. Значит, последняя цифра, которая фиксирует этот рост на 1,3% в РП региональной. Вот это соответствует среднему, так сказать, российскому темпу роста бывшего внутреннего продукта. Темп, конечно, не самый высокий, о чем президент и говорит. Ну, тем не менее, это положительный, так сказать, темп развития. Может быть, можно считать, что с учетом роста фиксируемой реальной зарплаты на 1%, можно сказать, что в данном случае 2019 год можно обозначить как точку преломления. Тенденции некоторые называют стагнации и так далее. Но, скорее всего, мы вступили в этап рецессии, то есть медленное начало подъема. С учетом того, что переломлена тенденция к снижению реальной зарплаты населения. То есть с учетом того, что приняты национальные проекты, которые ориентируют на точки роста. Вот с учетом этого и президент с надеждой, я думаю, смотрит на итоги этого года и на перспективу года, который должен начаться. Но просто еще, конечно, у нас есть достижения, на мой взгляд, весомые в сельском хозяйстве. Я обозначу такую позицию, как сложная ситуация, связанная с началом года весной, когда было большое выпадение озимых. И тем не менее, тем не менее, результаты достигнуты в сельском хозяйстве. Сборы зерновых, они весьма ощутимые. То есть более 4 миллионов земля, при высоком выражении всего около 30 сельсинеров. Поэтому, в принципе, так сказать, год неплохой. Год неплохой. Но, конечно, хотелось бы, чтобы, как и раньше, Татарстан имел темпы развития выше, чем среднероссийский. Я думаю, определенно основание для этого сейчас закладывается. В течение года неоднократно поднималась проблема, мусорная проблема, так называемая. О ней говорил и президент России Владимир Путин недавно, в ходе большой пресс-конференции. Высказался о ней и Рустам Мениханов. Давайте послушаем, что именно он сказал, и вернемся к обсуждению. Если будет современный завод, в мире они уже давно работают. Если мы будем соблюдать все экологические нормы, значит, есть некие там это. Да, вот они поставят, а фильтры там забьют все. Будут стоять датчики в реальном режиме времени, чтобы, кто хочет, может посмотреть, сколько там в реальном времени идет выброс. Все это реально. Потом, мы же... Неужели я враг своей республики или своей столицы? Или тот же Саппаров, тот же Мерчин, да? Кого-то хотим это. Мы же тоже несем ответственность за свои поступки. Я же говорю, просто нам удалось получить один проект себе. Вы посмотрите, Москва. Они не знают, что делать, куда этот мусор вывезти. Полигоны все забиты, других решений нет. Ну как? Нету решений. Весь мир этот путь прошел. Если появится что-то новое, давайте будем использовать. Но то, что мы сейчас сделаем, это во благо только будет. Вы посмотрите, там эти самосыровские свалки. Хорошо, немножко сейчас порядок привели. Ну, каждый год миллион шестьсот тысяч мусора. Мы хотим встретиться с приземлием. Что со мной встречаться? Мы же пока еще решение по строительству не приняли. Я сказал, вот когда будет международная экспертиза, я встречусь, конечно. Я встречусь, скажу, вот какие у вас вопросы. Если они... Когда выбирать будем организацию, которая может сделать этот аудит, мы обязательно, значит, их пригласим. Скажем, вот у нас первая пятерка лучших в мире известных структур. Давайте. Кого вы хотите? У нас нет вопросов. Хотя это дополнительная работа, у нас есть все документы, все, все, но нет. Мы все это сделаем. Вадим Васильевич, хотелось бы услышать, конечно, ваше мнение по поводу перспектив строительства такого завода в нашем регионе. И, в частности, конечно, его влияние, его роль для экономики. Ну, вот мы видим выступление президента и, в принципе, его включение в эту полемику о необходимости строительства завода, который будет связан с переработкой мусора. И видим его осторожный взгляд на проблему. Вот это президентская гарантия, во-первых, положительного решения этого вопроса, связанная с получением всех необходимых, так сказать, документов и так далее. Ну, вот, его человеческое отношение к этому вопросу, он же говорит, я тоже тут останусь, я тоже здесь живу. Вот, поэтому проблему сложное, сложное. И, конечно, его, как бы, фраза о том, что вопрос еще не решен, окончательное решение будет приниматься после последних, как бы, документов, принятых, остатывающих организаций. Ну, и в дальнейшем, так сказать, предполагается поставить под контроль ход эксплуатации этого объекта, чтобы обеспечить доступность общественным организациям к объекту, контролю за состоянием тех же самых фильтров, которые вызывают опасения. Поэтому, учитывая те, скажем, проблемы, которые возникали на подобных объектах, которые загрязнены окружающиеся, здесь принимается широкая мера, по-моему, гарантий, необходимых шагов с тем, чтобы максимально риски соответствующие снизить. Ну, а в этом говорит еще и об эффективности объекта, все-таки процедура раздельного подхода к сбору и обработке мусора, конечно, это промышленные отходы, конечно, предварительное извлечение тех отходов, которые могут идти в повторную переработку и так далее. Режим утилизации будет тоже, видно, ведет на очередной железке. Поэтому у меня есть надежда, что данный объект, один из немногих, которые в России сейчас вводятся, он будет взят под особый президентский контроль. Там должен показать, в конце концов, пример тому, что данные, данные производства, переработки мусора, отходов, они не должны в перспективе нести вред окружающей среде населения, если они будут размещаться на территории России. Я обращаюсь к нашим телезрителям. Мы сейчас говорим об итогах глобальных, экономике, политике. Мы планируем сегодня поговорить. Ну и, конечно, нас интересуют ваши тоже личные достижения, которые были в этом году. Пожалуйста, присоединяйтесь к обсуждению нашей группы ВКонтакте. С удовольствием в ходе программы самые яркие моменты зачитаем. Мы апеллировали неоднократно президенту. Понятно почему. Потому что глава, действительно, нашего региона отвечает за все изменения, которые происходят, будь то позитивные или иного характера. Скажите, вы сами как оцениваете его деятельность президента в этом году? Поездок было и предстоит еще и много эффекта от них. Да. Ну, знаете, он как всегда активен. Президент Татастана. Он всегда активен. И в этом отношении его активность – это залог тех результатов, которые должны быть получены. Часто говорят, очень много поездок. Есть ли соответствующий результат? Ну, конечно, есть. Татастан сохраняет экспортоориентированную деятельность или профиль своей деятельности. Татастан является как бы лидером в реализации ряда международных проектов. Ну, таких, так скажем, Россия, Исламский мир, Казань, Саймит и так далее. Ну, вот. В конце концов, ему удается вести переговоры с большим количеством государств, заключать соглашение, ну, достаточно в этом году, сказать, визиты в Китай. Ну, вот, соответственно, соглашение. Соглашение крупное подписано с Узбекистаном, связанное с совмещением площадок Камаза, значит, от нефти, Химграда и так далее. Да. Успешные переговоры, соответственно, с белорусской стороны, с Германией и так далее. То есть Татастан сохраняет, в общем-то, своих партнеров в Европе, а Европа – это основные партнеры по совокупности стран. Татастан расширяет плацдарм на Востоке. Не везде получается, я думаю. Есть где быстрее, где медленнее, где-то наши многочисленные попытки расширить Катан с арабскими странами. Ну, дают результат, но нам хотелось бы больше с точки зрения оценки товарооборота и так далее. Не все сразу, так сказать. Но тем не менее, процесс идет вхождение Татастана на площадки тех стран, которые интересны и для Татастана, и для России, и представляют интерес в целом для мировой экономики. Я их назвал. По поводу столицы Татарстана, город Казани. В этом году, напомню, удостоено звание лучшего города России по качеству жизненаселения. Помимо нас, также эта премия удостоена Краснодар, Иркутск, Грозный и Вологда. Как вы оцениваете уровень жизни татарстанцев? Это вот такой красивый штрих, конечно, был. Ну, можно не как, а как оценивают другие люди. Есть показатели, так сказать, для совокупной оценки Казани. Ну, я бы сказал так. Приток населения в Казани. Официально, так сказать, фиксируем показатели увеличения численности. Значит, и в целом Татарстан. Татарстан прирастает за счет миграционных процессов. Есть регионы, где население бывает, и Татарстан прибывает. Вот это плюс. Значит, это увеличение числа туристов, которые прибывают в Казани. Нравится город, им нравится комфортно, исторические памятники. Это количество мероприятий различных, которые в Казани проводятся. И спортивные, и культурные, и политические мероприятия, и так далее. Это говорит о том, что разные организации, используя свои критерии, выбирают Казань как комфортный город для проведения этих мероприятий. Ну, и в конце концов, цены на жилье, которые в Казани, так сказать, не являются низкими, тоже говорят о том, что народ хочет здесь жить и готов покупать в этом городе жилье. Даже порой не смущает эта стоимость, которая может конкурировать, в том числе со стоимостью столицы российской. Давайте посмотрим. Достижения поговорим сейчас с наших телезрителей. Мы задали вопрос в нашей группе ВКонтакте, каким оказался 2019 год для вас. И давайте обратим внимание, удачным 24, почти 25% наших телезрителей так считают. Без особых перемен, ну, считайте стабильность, да? 46% этот ответ выбрали. Неудачным этот год оказался для 26% наших телезрителей. Но вот в этой связи тоже у вас как текущий год, завершающийся год, каким для вас был? Ну, обо мне судить по всем, наверное, сложно. Мы сейчас посмотрим. Я думаю так, он нормальный рабочий год. Нормальный рабочий год. Живем надеждой на лучшее. Ну, и в принципе удовлетворено то, что есть, потому что спадов в этом году не произошло. Видно по числу отвечающих. Так сказать, если без особых перемен, но это не спад. Это, так сказать, на стабильном уровне, да? И то, что мы говорим о росте экономики, небольшой он и есть, так сказать. Если было больше, конечно, но население все реагирует по-другому. Но то, что нет спада в реальных доходах населения, есть небольшой рост. Есть, так сказать, оближенный рост в РП. Вот и так далее. Это говорит о том, что мы с надеждой должны входить в этот год. Тем более, что как там многие... Ведь нас начинает напрягать оценки многих специалистов в отношении, что наш жал в 2020 году. Экономические кризисы и так далее, да? Ну, здесь что можно сказать? Мировой экономический кризис. Ну, тут можно спрягать оценки правительства Российской Федерации. В принципе, оценки экспертов, и мои личные. С тем, что нам и здесь не все так плохо. Потому что вот те негативные тенденции на мировой рынке США в Китае, которые были в первой половине этого года прошедшего, да? Они сменились на положительную динамику в конце года, в третьем-четвертом квартале. И на будущий год вот даже по основным как бы локомотивам мировой экономики и США, и Китай фиксируют положительные темпы роста. Ну, скажем, если в этом году экономика США 2,5%, то на следующий год 1,7%. Но все-таки это не минус. Понимаете, для такой страны, как США, планка около 2%, это нормально. Поэтому замедление есть определенное, но это не есть мировой кризис, а с учетом того, что Россия имеет значительные, можно сказать, очень большие золотовалетные резервы. Лучше, конечно, если бы у нас безопасность была в сфере промышленного производства, конкурентоспособного и так далее. Но мы должны к этому стремиться. А пока, так сказать, располагаем тем, что есть, и с определенным оптимизмом мы должны смотреть на будущее, с тем, чтобы тот задел, который сейчас делается, в системе национальных проектов, возможно, действительно, достичь больших результатов в следующем году. Хотя здесь есть тоже пессимист, сомневающийся сказать, насколько национальные проекты могут быть в этой ситуации. Но надо надеяться, и надо прилагать все усилия, чтобы они действительно были эффективны. Если кто считает, что можно лучше организовать реализацию национальных проектов, мы с какими подскажем. Ну, хорошо, раз говорим про инфраструктурные проекты, какие из них в этом году вам запомнились, и как вы думаете, какие действительно сработают и дадут еще больше эффекта в году наступающем? Ну, вы знаете, я вот как-то вижу, что в структуре этих проектов, которые можно разделить на транспортные, промышленные, инфраструктурные проекты, социальные, да. Все-таки социальное направление, оно очень чувствуется. Она выражена через систему национальных проектов, через систему тех, так сказать, программ республиканских, которые вошли в национальные проекты. Ну, скажем, обустройство дворов, детские садики, школы, реконструкция домов и так далее. Та сумма большая, которая уделяется на Казань, сейчас она падает в реализацию суммы на реконструкцию дворов. Потому что мы знаем, что придворовые зоны зачастую нас не удовлетворяют. Ну, конечно, есть и крупные проекты, которые республика смогла отстоять, и которые будут реализованы. Это строительство автомобильной дороги, скажем, Москва-Казань. Ну, были проекты железной дороги, но все-таки в итоге решение склоняется к тому, что автомобильная дорога должна быть, она будет правильной, те М7-дороги. Но нам необходимо, я только хочу пожелать, чтобы действительно, когда такие проекты реализуются, чтобы они видели или была видна, их переспекивала в структуре более крупных проектов. Ну, речь идет, конечно, о автотранспортном коридоре Европы-Западной Китая. Вот, чтобы этот участок дороги, он органически вошел туда, и Россия хотя бы, если не в каком-то куске, быстро входила в этот мощный, так сказать, стратегический международный проект, по которому она подписала соответствующие соглашения. Сейчас я хочу акцентировать на том, что у нас идет трансляция в группе ВКонтакте, новости Татарстана называется, поэтому после эфира вы также можете принять участие в обсуждении, оставить свои заметки о достижениях, которые у вас были в этом году, для того, чтобы тоже приобщились, посмотрели. Ну и в завершении программы традиционный вопрос, который мы задаем перед новогодними праздниками. Какое пожелание лично вы все-таки татарстанцам хотели бы озвучить? Не терять оптимизм. Татарстан всегда показывает образец оптимизма в любой ситуации. Вот если конкретно татарстанцам, то вот это рейдерство, по-моему, оптимизма сохранять на будущее. Вот, и быть дружнее. Спасибо. И так напомню, у нас сегодня в гостях был Вадим Хаменко, вице-президент Академии наук Республики Татарстан. Благодарю вас за участие. Программа «Главные новости» в студии. Лейсана Абдульевна, всего вам хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова